Организаторы, бывайте. Я готов. Итак, компания с ироничным названием «Друзья Аллигатора» представляет месть боксера. Московский криминалитет. Так, надо экранчик подвинуть. Сейчас, секунду. Секунду, я всё исправлю. Месть боксера оказалась не с той стороны. Вот так-то лучше. Нет. Извините. Ну ладно. Кривые игры с кривым сетапом. Всё хорошо. Итак, я думаю, многие из вас знают эту игру. Знают, что она из себя представляет. И, скорее всего, многие видели обзор Метро на эту игру. Чего бы не видели, так это концовки мести боксера. Я вам её обязательно покажу. Дело в том, что Мэдисон не прошёл буквально одну драку. Он остановился на кондукторе, на контролёре. И сразу после этого был финальный босс-файт. Ну что, начнём, пожалуй. Естественно, будем выбирать уровень сложности легко. Расскажу, чем он отличается от других. И как только я нажму на кнопку «Далее», можно запускать таймер. Три, два, один. Поехали. Ну, как знаете, главный герой был боксёром. Дела у него шли неплохо. Однако потом кто-то убил его друга. Подсунул пистолет ему в штаны. После чего, естественно, главного героя посадили в тюрячку. А вы знаете, что делают в тюрячке? Да, учат правильно боксировать. И ужить по понятиям. Как эта игра проходится? Блин, вот тут чуть-чуть не рассчитал. В хп он противник. Чё делаем? Зажимаем противника в правом углу, чтобы он не мог от нас отходить назад. И избегать ударов. Ну, прям танчим сначала. Делаем один удар по голове. Он всегда блокируется первый. Делаем короткую паузу. И выкладываемся на полную мощность. Прям вот всю шкалу усталости сжигаем до самого конца. Так как уровень сложности лёгкий, противник прям пропускает всю серию ударов до конца. В смысле ставит уровень сложности повыше. На средненьком пропускают по пять ударов. На тяжёлом дают там нанести по себе два-три. Даю вам сладиться озвучкой. Надеюсь, игру слышно хорошо. Все противники одинаковые, но по какой-то причине разное количество хп у них. При этом поведение особо не отличается. Вот, например, майор милиции очень крепкий. Я тут немножко сорвал сетап. Оп, готово. В принципе, неплохо рассчитал. За этот бой никому ничего не дадут. Потому что это бой с майором милиции, а милиция, как знаете, в Украине сейчас, а у нас полиция. Это не у нас происходит. Видите, и машина в цвета украинского флага. Точно не Россия. Абсолютно точно вот так вот я себя пытаюсь сейчас оправдать. На всякий случай. Просто на всякий случай. Мало ли что может произойти. Эх, опять майор оказался сильнее и сорвал мой сетап. Этот бой боксер тоже выиграл. У него, кстати, нет имени. Наконец-то. Сбежал из тюрьмы. Перелез забор. Думал бесплатно до Москвы добраться. Ненавижу таких, как ты, зэков. Решил боксер вместе с дальнобойщиком докатиться до Москвы, чтобы восстановить справедливость. Но денег, естественно, у зэка не было. И шофер оказался недоволен. Повел себя неадекватно. Затеял драку. Именно так главный герой оправдывает свои действия. Разбивает водителя. Можно еще блоком вот так вот делать, просто чтобы было веселее. На легкой сложности ставить блок вообще смысла нет. По большому счету. Но просто выглядит забавно. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Прегра такая, не знаешь, чем еще себя развлечь в ней. Как бы и так супер весело, но хочется еще веселье. Я решил сделать комбо, еще засынуть в обычную серию ударом по голове удар по корпусу. Насладились разнообразием. Обратите внимание, что все поверженные боксером противники лежат примерно в одной позе. Кстати, да, нельзя не отметить так же божественную музыку. Очень жаль, что я с текущим эстиммейтом не могу показать вам все консцены, хоть и короткие, но время все же отнимают. А мне так нравится вот этот чудесный переход, что водитель лежал на земле, а мне срочно нужно было в столицу. Ну вот, я и в столице. Как? Как? Каким образом? Ты что, телепортировался? Это мы никогда не узнаем. В общем, да. Тут, кстати, очень сильно расходятся показания. После разборки в сквере я перевел дух и купил сигареты. В общем, да, хочется отметить, что показания персонажей в этой игре сильно расходятся. Это боксер как бы говорит одну сторону в истории, а потом NPC в начале драки рассказывают совсем другую. Вот, например, с байкером особенно интересно то, что боксер говорит, что ушел по парку и тут какой-то пьяный мужик толкнул его плечом. Байкер сам виноват, а попоролся. Но боксер, будучи вежливым человеком, собирался уже извиниться, но удар кулаком в живот не дал ему это сделать. Впереди опять драка. Ну, он пошел купить сигарет. И тут на него напала какая-то якобы незнакомая девушка, которая, наверное, его с кем-то перепутала, но я думаю, что все было на самом деле совсем не так. Боксер немного задолжал за услуги и не хочет платить. Ну и да, естественно, с девушкой бой проходит по той же схеме. Заживаем в углу и максимально доминируем. С этой сумасшедшей я разобрался. Я сел в троллейбус и направился дальше. В дверях возник контролер. Вот, кстати, последний бой, который могли наблюдать в обзоре Мэдисона. Так, контролер. Контролер не тот, который из сталкера, а обычный контролер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый раунд за боксером. Все хорошо, пока идем очень неплохо. Очередная серия ударов по голове. Как контролер все еще стоит на ногах? Ну, какие жбаны у этих людей, господи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, кстати, не бью ногами по двум причинам. Во-первых, это игра про боксера. Боксер, естественно, работает руками. Во-вторых, удары ногами здесь по анимации очень долгие. И нельзя делать из них такие клевые длинные связки. А теперь наслаждайтесь, господа, сценами, которые не видели раньше. Вот так я проучил контролера. Теперь я отправляюсь к человеку, про которого я знаю точно, что он был вместе с моим другом в день, когда его убили. А знаете, как он узнал, что именно он убил его друга? Да он ему сам и сказал, смотрите. Да, это я убил твоего друга. И сейчас тебя постигнет та же участь. Блин, изи признание вообще. Как вам такое? Естественно, начинаем бить морду сразу же. Нехрен друзей убивать, боксеров подставлять. Первый раунд опять за боксером. Доводим противника до нокдауна. Продолжаем дальше. Так как в начале раунда, когда у противника еще много хп, в принципе можно просто доводить полоску усталости до самого конца и ждать пока она полностью отрегенится. А вот под конец уже надо чуть-чуть менеджмента. Вы победили, карьера пройдена. Время... Негодяй лежал в глубоком нокауте. Я вызвал милицию. Через некоторое время состоялся суд, на котором я смог предоставить веские доказательства моей непричастности к убийству друга. Я была правдой. И жизнь моя вернулась в прежнее рост. И я снова стал заниматься боксом. Так, что там у нас получилось? 12.46. Хорошо. Ну вы поняли, да, что эта игра на самом деле сказка. Никого не оправдают, если он сбежит из тюрьмы, попутно нанеся тяжкие и интересные нескольким людям. При этом одним из этих людей окажется майор милиции. Знаете, там забрала, подняла, на бутылку присела, а тут несколько десятков ударов. Не рекомендую. Не следуйте советам этой игры. Это была «Есть боксера». С вами был я, Варслам. Я считаю, что я лучший спидранер данной игры. Пока что лучшее время у меня это 11.38. Я надеюсь его улучшить. Подписывайтесь, ставьте лайки. Объединенный русскоязычный марафон «Рускатон-2», где ещё вы увидите такие легендарные игры, как «Гульман» и «Месть боксера» и «Сталкер» Лост Альфа. Всем спасибо за внимание. Всем чао! Всем пока! Всем пока! Продолжение следует...